Приветствую вас, то, что вы описываете, как правило, происходит тогда, когда человек начинает несколько подзабевать на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на свои ценности, вот, то есть, когда человек пытается за счёт других людей, в том числе, что-то себе скомпенсировать. Вот вы, например, пытаетесь скомпенсировать за счёт других людей, и вот то, чего вам, ну, к примеру, перестало хватать. Конечно, не знаю, что это, я имею в виду, чего вам перестало хватать, потому что события, как и меня описываете, говорите, что просто в последнее время, вот, ну, наверное, сейчас всё-таки начало происхать, раз у вас такая ситуация возникла. Вот, но обратно заключается именно в том, что вот вы начали, что-то пытаться добрать других людей, да, то есть, вы стали бояться потерять людей, то есть, стали бояться остаться одна, то есть, вам стало почему-то некомфортно с собой, а значит, нарастает какой-то конфликт внутренний, который вы не можете разрешить. Но, как правило, внутренний конфликт связан с тем, что есть вот нечто должное, то, что вам, то, что вы должны сделать, и то, что вы хотели одно время. Ну, помимо, точнее, не помимо, а померить того, как вы продвигались, ну, вот, на таком глобальном пути к этому, вот, все больше и больше появлялось осознание того, что нет, что что-то другого, что-то другого хочется, вот, что-то другое нужно, но вот это другое, да, оно ставится под сомнение, к сожалению, оно ставится под сомнение, оно обесценивается, оно игнорируется, вот, по причине кажущейся вторичности, вот, и, в общем-то, из-за этого у вас все проблемы возникают, вот. Ну, это корректируется достаточно успешно, просто, там, ну, по времени, да, то, сколько времени это займет, не очень, как бы, ну, не всегда понятно, вот, но, тем не менее, тем не менее. Дальше, очень важно, зачем общаться с людьми вообще, да, то есть, какую цель у вас следует, вот. Именно из-за этих целей, именно эти цели тоже образуют, вот, что-то вроде, ну, этой самой проблемы, да, то есть, получится реализоваться или нет. Так, дальше, эээ, почему вы решили, что вы можете обидеть кого-то, да, вот, вот, вы пишите, что, эээ, значит, а, вы пишите, что, эээ, ну, скажем, какую-нибудь глупость, что понравится их людей, это имеет в виду, а не обидится, почему вы, вот, эээ, обесцениваете то, что хотите сказать, да, получается, вам что-то хочется, вы это обесцениваете. Ну, как-то вы к этому тоже пришли, что это нужно смотреть, это нужно следовать. Эээ, я могу, я могу, эээ, вот, предположить, что он, эээ, не так активно вы, допустим, полагаются на себя, да, да, вот, не так активно вы полагаются на себя, да, да, вот, на себя, на себя, вот, более активно вы, эээ, полагаются на других людей, на их мнение, на их позицию, на их точку зрения, вот, что является, конечно, крайне для вас деструктивной историей, потому что делает вас это очень сильно зависимо от людей, вот, и, соответственно, да, это требует, ну, это нужно корректировать, вот, эээ, совершенно, совершенно определенно и совершенно точно это нужно корректировать, это нужно, да, эээ, ну, помочь вам с этим, собственно говоря, справиться, там, ну, потому что, эээ, сами вы с этим справитесь вряд, к сожалению. Вот, эээ, побороть, вот, вы пишете, да, что хотите побороть, эээ, не очень, эээ, тоже, эээ, понятно, собственно говоря, эээ, зачем, эээ, для чего, эээ, это, побороть, вот, да, то есть откуда, откуда вам пришла, ээээ, хорошая, в кавычках идея о том, чтобы, эээ, ну, чтобы побаривать то, что вас волнует, на самом деле, если вас что-то волнует, если вас что-то беспокоит, что, эээ, тут, не обобаривать, нужно, наоборот, эээ, наоборот, раскрывать, вот, наоборот, раскрывать, эээ, чтобы, эээ, как бы, более аутентично выглядеть, в, эээ, ну, в реальной жизни, вот, чтобы, эээ, ну, чтобы более естественно, ээээ, ну, смотреть, смотреться в реальной жизни, вот, вот, а вы хотите, у себя, эээ, это, забрать, получается, да, то есть, хотите этот выгнать, вот, хотя это, хотя это, хотя это часть вас, вот, это ваши чувства, это ваши эмоции, это ваши желания, эээ, вот, по большому счету, и, вот, такое обесценивающее отношение к себе, это тоже, как бы, показатель, да, в определенной степени, показатель, такого негативного восприятия, эээ, вас, вот, соответственно, вопрос, откуда возникает, откуда возникла идея побарвать, откуда возникла смысл-то, наверное, побарвать, эээ, то, что вы, к примеру, чувствуете, то, что вы, к примеру, ощущаете, почему с этим нужно бороться, и, именно, вот, дальше, эээ, я бы сказал, что двигаться нужно в сторону реализации, да, то есть, вот, общаться с людьми просто так, на какие-то такие темы, эээ, могут далеко не все, и это абсолютно нормальная история, нормальное явление, эээ, вот, эээ, если, если и что-то делать в таком, в таком ключе, то, обязательно, общаться по поводу чего-то, да, то есть, по поводу того, что вам важно, по поводу того, что вам не ценно, по поводу того, что вы хотите общаться, ну, и прочее, 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 вот. Здесь, опять же, очень важны ваши интересы, ваши глобальные такие ориентиры и ценности, к которым вы идете, и то, как вы воспринимаете на данный момент людей. Вот. Страх общения с другими, это страх оценки, да, страх оценки, это, скажите, такое вот негативное отношение к себе, а страх одиночества, это непринятие. Что-то вы в себе отрицаете, что-то вы в себе отвергаете, что-то вы считаете себе недостойным, ну, вот с этим тоже нужно работать в частности. На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.